Выбор это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Встать после будильника или поваляться еще пять минуточек, чай или кофе, бриться или и так сойдет, контрацепция или пронесет, НКР или легион, жизнь или смерть. И сегодня мы побываем в месте, будущее которого также зависит от вашего выбора. Добро пожаловать в убежище 19. Сразу за массивной дверью не видно ни мусора, ни разрухи, ни беспорядка. Кроме того, сам механизм двери исправен, да и свет внутри имеется. Все эти факты могут указывать на то, что это может быть одно из тех самых нетронутых убежищ. Что ж, проверим истинность предположения за следующей дверью. Открыв ее, можно сразу заметить странную вещь. Два указателя, ведущие к разным кабинетам смотрителя. Хм, возможно убежище было под руководством сразу двух людей и здесь проводили такой себе эксперимент с разделенной властью. В подобных случаях, когда неизвестно куда идти, я пользуюсь правилом слева направо, сверху вниз, так что направляемся в левую дверь. И за ней оказался живой человек. Правда, его одежда далека от синих комбинезонов, которые носят обычные жители убежища. Из разговора с ним станет ясно, что он бывший заключенный, избежавший из тюрьмы НКР. Побег же устроил некто Сэмюэль Кук, который, судя по всему, стал главой беглых преступников. Также этот тип, так и не назвавший свое имя, будет обвинять Кука в том, что он держит всех здесь и что они в ловушке. Еще нас попросят перекрыть доступ к сере в пещерах под убежищем. Сделать это надо, потому что Кук с помощью серы усиливает взрывчатку. Если согласиться, то нам дадут карту ключ от синего сектора. Возможно, с серой стоит разобраться, но прежде чем принимать какое-либо решение, нужно выслушать другую сторону. Ааа, дырявая башка. Чуть не забыл заглянуть в местный терминал, ведь здесь есть сообщение. Данные утрачены. Фальсифицированные медицинские записи. Чтобы эксперимент считался успешно проведенным, паранойя должна быть вызвана ненасильственными методами и без воздействия химических препаратов. Данные утеряны. Группе механиков поручено следить за работой реактора, и сейчас они проводят исследования с целью повышения эффективности его работы. Реакторный уровень полностью укомплектован персоналом и совершенно автономен. Единственный способ попасть на реакторный уровень из основной части убежища – это использовать лифт, спрятанный под столом в этой комнате. Пароль для открытия прохода – гиацид. Пожалуйста, смените пароль. Данные утрачены. Не информирован об исследованиях, ведущихся на нижних уровнях. Что ж, можно успокоиться, а то я было начал считать убежище 19 одним из контрольных, но нет, это обычное убежище, ставшее кошмаром для его жителей. Кстати, кнопка вызова лифта, которая идет речь в сообщении, в этой комнате так и не была обнаружена. Может, подскажете? А вот и проход ко второму смотрителю. Или к первому. Впрочем, какая разница, эти двое и вовсе не смотрители. Неважно. Важно то, что Сэмюэль Кук также будет обвинять своего оппонента в идиотизме и в том, что он предлагает вернуться и сдаться на милость НКР. Соглашусь, для преступника это очень странно. Также он поделится кучей информации об окружающей обстановке, в том числе, куда не стоит соваться, и все это совершенно бесплатно, а ведь мог и просто пристрелить. Кроме того, от Кука мы узнаем имя того, кто хочет взорвать Серу. Это некто Лем. Разговорчивый Сэмюэль также скажет, что некоторые компьютеры-убежища еще работают и на них... О да, есть записи. Ну а еще он попросит убрать огненных гекконов на нижних уровнях, потому что они мешают ему добраться до Серы. Если согласимся устроить геноцид местных ящериц, нам дадут красную карточку, которая позволит попасть в соответствующий сектор. Еще в этой комнате есть терминал, но, к сожалению, он не рабочий. В кафетерии находятся несколько сбежавших преступников, и, судя по их фразочкам, можно смело предположить, что местный народец принадлежит к бомбистам. Хотя у них нет цифры 34 на спинах, так что это, скорее всего, подрывники. Также на этом этаже есть медицинский отсек, и если в первой комнате нет ничего интересного, кроме кучи хлама, то на полу второй комнаты валяется несколько записей о прежних пациентах. Пациент 1648654. Женщина, возраст 24. Пациентка пришла с жалобой на приступы паники. Она говорит, что часто испытывает ничем не спровоцированный страх и часто просыпается от ночных кошмаров. Пациент 1687865. Мужчина, возраст 31. 1687865 часто неверно интерпретирует действия других, воспринимая их как враждебное. К медсестрам он относится достаточно дружелюбно, но смотрит на них свысока. Мы также заметили, что чем дольше другие пациенты контактируют с 1687865, тем более агрессивно по отношению к нему они себя ведут. Вероятно, из-за резкой защитной реакции 1687865. В результате враждебность 1687865 усиливается. Пациент 3905698. Мужчина, возраст 27. Пациент доставлен полицией. Он говорит, что постоянно слышит голоса, которые над ним насмехаются. Пациент сообщил, что ранее он полагал, что эти голоса доносятся из радиоприемника его деда. Теперь он полагает, что голоса живут внутри него самого и просит помочь ему. Пациент 5498465. Мужчина, возраст 22. Пациент утверждает, что сошел с ума. Он говорит, что часто испытывает такое ощущение, будто вышел из собственного тела. Это ощущение такое сильное, что во время приступов больной теряет сознание. Ему тяжело пройти по клинике, чтобы ничего не свалить и ни на что не наткнуться. Пациент 6585645. Мужчина, возраст 34. Пациент доставлен полицией. Это произошло уже девятый раз, и мы теперь планируем на время оставить его в клинике. Судя по всему, над жителями убежища проводились всевозможные психологические испытания, а что с ними стало в итоге, неизвестно, так что продолжим поиски. Совсем рядом с клиникой находится вход в синий сектор. Внутри несколько комнат, в каждой из которых есть терминал. Вот содержание первого из них. Сообщение от смотрителя. Привет вам, жители убежища. Мы вынуждены сообщить, что имеются проблемы с одним из фильтровой чистки воды. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее устранить поломку, но пока ремонт не проведен, пожалуйста, рационально используйте воду и сразу обращайтесь в клинику, если почувствуете себя плохо. Обычное сообщение. Переходим к следующим. Запись 138. Уже несколько месяцев я читаю все информационные доски. Думаю, они заслали к нам шпиона, одного из красных, маскирующегося под синего. Для связи они используют информационные доски. Уверен, они хотят, чтобы я это увидел. Запись 139. Я заметил, что в коридоре у красных за дверью морцает лампочка. Думаю, это код Морзе, сигнал СОС. А вот это уже интересней. Похоже, это убежище и в прежние времена было поделено на два сектора, синий и красный. А прибывшие сюда заключенные в какой-то мере повторяют его историю. Очень интересные повороты судьбы, которая нас ведет к следующему терминалу, на котором куча сообщений. Запись 479. Я не доверяю этому доктору. У нее есть телохранители. А зачем врачу телохранители? Охранники приносят ей еду. Я думаю, она и вовсе не выходит из своей клиники. И даже ночью дверь охраняют. Интересно, что она прячет? Запись 480. Я подговорил друга взломать терминал доктора. Но пока мы не добились успеха. Запись 481. Пришлось поуговаривать, но потом он все же показал мне, что обнаружил в докторском компе. Он был прав. Меня это действительно огорчило. Во всех историях болезни упоминались психические заболевания. Имена пациентов были закодированы, но определенные совпадения наводили на мысль, что речь идет об окружающих нас людях. Но они не могли быть нами. Не помню, что бы сходил с ума. Думаю, это я должен был бы запомнить. С другой стороны, это объяснило бы поведение докторши и наличие охраны. Не понимаю, почему я не могу вспомнить. Может, причина в докторе? Может, она пичкает нас чем-то? Мне нужно проникнуть в ее кабинет. Запись 482. Может, я сумасшедший? Может, всего этого нет на самом деле? Может, войны никогда не было? Может, все это только в моем сознании? Запись 483. Пришлось провести определенную подготовку, но в результате нескольким нашим удалось отвлечь внимание людей в клинике. Я пробрался внутрь и занялся поисками. Нашел всякие приспособления, ограничивающие подвижность и седативные препараты в количестве, способным убить лошадь. Она, должно быть, использует их, чтобы контролировать нас, чтобы заставить нас забыть. Мы просто пешки в ее гнусной игре. Запись 484. Мы сказали докторше, что все знаем. Она отказалась отвечать, и нас просто вышвырнули из клиники. Мы пытались поговорить со смотрителем, но он повел себя так, будто ничего об этом не знает. Я не верю и не доверяю ему. Я никому из них не доверяю. Похоже, какая-то часть прежнего населения догадалась, что что-то не так. Но чем все это закончилось? Увы, ответа нет, но, возможно, следующий терминал этой зоны его знает. Пройдя чуть дальше по коридору, можно наткнуться на еще одну комнату, за дверью которой и находится рабочий терминал с этими сообщениями. Запись 209. Несколько дней назад я не могла заснуть ночью. Встала и взяла книжку. Примерно в час 30 из вентиляционного отверстия над моей кроватью воздуха стало поступать больше, чем обычно. Это продолжалось 5 минут. К утру я об этом позабыла, но вчера опять не могла уснуть и вновь в час 30 ночи включился вентилятор. Поработал 5 минут и выключился. Запись 210. У меня начались головные боли. Думаю, нас кто-то травит. Я плохо спала всю неделю и ночь за ночью включался вентилятор. Поток воздуха поступал в течение 5 минут, затем все стихало. Я говорила с одним из соседей, он сказал, что в его комнате происходит то же самое. Мы направили письмо начальнику техобслуживания. Он ответил, что система работает нормально и беспокоится не о чем. Я не верю ему. Возможно, он участвует в сговоре. Вы верите в совпадение? Я точно нет. По крайней мере, не в данном случае. Правда, странно то, что, судя по сообщению в терминале в комнате с Лемом, на подопытных было запрещено использование химических препаратов. К сожалению, ответа в этот терминал не дал, ровно как и продолжение истории того, что было после обнаружения жителями убежища проведения опытов над ними. Возможно, в Красном секторе повезет больше. Стоит отметить, что дальше коридор ведет к лифту, и если спуститься на нем, то можно попасть прямо в крепкие объятия огненных гекконов. Вот мы и дошли до первой комнаты Красного сектора и до терминала в ней. Мой дневник. Запись 74. Иногда я слышу звуки, идущие из интеркома. Папа говорит, что ничего не слышит, а я слышу писк на высокой ноте и порой голос, но я не могу разобрать слов. Мама сказала, что это все воображение, и не нужно никому об этом рассказывать, иначе люди вокруг могут встревожиться. Но я говорил с другими детьми, и они тоже это слышат. Родители не слушают, что им говорят дети. Классика. Хотя другим взрослым, заметившим неладное, знания и подозрения, судя по всему, не сильно помогли. В другой, большой комнате находятся уже два терминала, и вот сообщение на первом из них. Запись 98. Никак не могу смотреть. Один из сильных все время отрется у нашей двери. Думаю, он пытается пробраться внутрь. Обычная запись. Конечно, можно было бы предположить, что бессонница косвенно вызвана экспериментами, или же это была контрольная комната, просто чтобы посмотреть на реакцию людей, когда их соседи сходят с ума. Но, возможно, другой терминал подтвердит догадку. Запись 65. Как все говорят, нет никаких причин для отказа фильтров. Это должно быть диверсия. Ходят слухи, что это сделал один из красных. Меня это не удивляет. Всякий раз, когда я подхожу близко к группе красных в кафетерии, они начинают шептаться. Видимо, замышляют новой гадости. Опять просто сообщение. Да, его создание могло быть причиной паранойи, вызванной экспериментами, но такое утверждение будет высосано из пальца. Хотя, учитывая общее положение в убежище... Ладно, чего гадать. Лучше пойти к следующему терминалу. А вот и он с двумя сообщениями. Запись 45. Сегодня несколько синих устроили бучу в клинике. Ставлю голову на отсечение, они пытались украсть наркоту. Я слышал, как ночью запускается вентиляция, остальные тоже слышали. Они крадут препараты из клиники и используют химию, чтобы отравить нас и убить. Запись 46. Нет, я знаю правду. Заваруха в клинике была для отвода глаз. Ясно, что доктор сама дает им наркоту. Она с ним в сговоре. Она никогда не выходит из кабинета. Должно быть это потому, что из вентиляции идет ядовитый газ. Ее кабинет единственное безопасное место. Честно говоря, я и сам не знаю, что бы думал, попади в подобную ситуацию. К счастью, в пустоши ты чаще всего знаешь, кто тебе друг, а кто враг. Да и арсенал оружия и броня не раз пригождаются. И пригодятся они сейчас, на следующем уровне, где обретают славные гекконщики. Показав местным ящерам, кто здесь главный, доходим до комнаты с первым рабочим терминалом, который расположен в красном секторе. Похоже, все уровни убежища были разделены между собой, кроме общих зон вроде столовой и клиники. На терминале только одно сообщение. Запись 86. Голоса. Я слышу их. Они идут из вентиляционных отверстий, будто кто-то обговаривается шепотом, будто кто-то шипит от ненависти. Синие никогда не сидят с нами. Они смотрят на нас, как на зачумленных. Может, мы и правда больны? И все убежище больно? Очередное сообщение из печального прошлого этого убежища. Вполне возможно, что в синей секции будет то же самое. Покрошив еще гекконов, добираемся до первой двери в синем секторе, где также есть рабочий терминал и парочка сообщений. Запись 194. Думаю, они в моей голове. Иногда ко мне приходят мысли, которые не могут быть моими. Наверное, красные что-то сделали с интеркомами, зарядили их чем-то, и теперь они транслируют передачи прямо в наши мозги. Запись 206. Что это значит? Почему под моей бутылочной крышкой оказалась синяя звезда? Может быть, за этим стоит красная? Может, это какой-то инструмент контроля над разумом? Возможно, так они заставляют меня видеть то, чего здесь на самом деле нет. Звезды здесь быть не должно, так почему я вижу звезду? Она никуда не исчезает. Неважно, насколько времени я закрываю глаза, когда я открываю их, звезда на том же месте. Я хочу, чтобы эта звезда исчезла. Ну так выкинул бы крышку и все. Но, видимо, требовать рациональности от пораженного мозга глупо. Пора двигаться в следующую комнату. И комната эта находится дальше по коридору, и здесь есть терминал с двумя сообщениями. Запись 56. Я видел, как смотритель красных ночью бродит по нашему этажу. Было похоже, что он что-то ищет, промощая себе под нос. Запись 74. Я видел, как один из парней в столовой открыл бутылку Сансетса Спарилы, схватил крышечку и тут же побежал в свою комнату. Я понял, что он хочет что-то спрятать, поэтому проник в помещение, когда его там не было, и нашел ту бутылочную крышечку. Когда я перевернул ее, то увидел там синюю звезду. Видимо, это какая-то метка, но я не знаю какая. Зато я знаю, что хочу забрать себе эту крышку. Один хочет от крышки избавиться, другой желает ее. Прямо моя прелесть какая-то. Больше на этом уровне делать нечего. Но вот в общей комнате, служившей для отдыха и для того, чтобы представители разных секторов сталкивались друг с другом, есть дыра, ведущая к серным пещерам. Ох, ну и запашок. Но делать нечего, так что вперед и вниз. Идем во тьму. Итак, в этих пещерах огненные гекканы устроили себе логово. Кроме того, здесь встречаются ночные охотники. Еще этот уровень отвечает за питание убежища энергии, на что указывает куча размещенного здесь оборудования, ну и генератора. Побродив по местным коридорам и посмотрев на живность, можно дойти до рабочего терминала, где будет последняя запись, доступная в этом убежище. Дневник. Запись 86. Остальные говорят, что мне не стоит беспокоиться, но иногда я это чувствую. Думаю, здесь, среди нас, что-то присутствует. Я постоянно слышу странные звуки, идущие откуда-то сверху. Из этого можно предположить, что технический персонал также подвергался психологическим экспериментам, что крайне глупо и недальновидно. Или, скорее всего, работник слушал гекконов или других тварей, что пробрались сюда. Откуда они здесь? Из этой пещеры есть другой выход, но мы пойдем туда позже. Сейчас, если подняться по лестнице, повернуть налево и пройти по коридору, то можно наткнуться на запертую дверь. Взломав замок, попадаем в странное помещение с запароленным терминалом на стене. После его взлома откроется люк в потолке, и, поднявшись по лестнице, мы очутимся в одной комнате с лемом. Что же, вполне удобно, если нужно быстро вернуться, но сейчас пора обратно, в пещеры. От двери, ведущей в основное убежище, идем налево, проходим комнату и снова выходим в пещеры. Здесь обитало несколько ночных охотников, но им же хуже, а также тут будет лестница, ведущая на поверхность. Но на выход еще рано, ведь по заданию нам нужно убить всех огненных гекконов или же взорвать серу. Для первого ничего особого не нужно, а вот во втором случае нам предстоит тот самый единственный и неповторимый его величество выбор. Что же можно сделать? Ну, например, ничего. Да, вот так взять и просто уйти, забрав с собой знания о прежних несчастных жителях убежища, над которыми проводили различные опыты. Или же убить всех этих ящериц, доложить об этом Сэмюэлю Куку, за что тот отвалит немного крышек и даст еще одно задание. Поговорить с главой племени великих ханов, папой-ханом, и попросить его, чтобы людей Кука приняли в племя. Или можно заложить С4 и взорвать. Взорвать не только саму гору серы, но и убежище над ней. Естественно, если выбрать последнее, текущие жители убежища погибнут. Так что же выбрать? Каждый решает сам. Меня же стопы ведут к последнему убежищу в Мохавской пустоши. Там и увидимся. Отдельную благодарность хотел бы выразить ЭВВС. Василиса Зурянова, Айкис89, Алексей и всем остальным, кто поддерживает нас через Патреон, спонсорскую подписку и ДонатПэй. Их имена и ники вы видите перед собой. Также не забывайте про Твич, группу ВК, Дискорд и Инстаграм. А на этом все. С вами был GoodNatured. Чаевым, Печенюшек и услышимся в следующий раз.